Работу топ-менеджмента Нафтогаза премьер и ранее остро критиковал, заявляя, что цены на газ в стране сильно заушены. Насколько подорожало голубое топливо за последние годы и как выросли зарплаты руководителей госкомпании далее в нашем материале. В 10 раз именно настолько за последние 4 года подорожал газ для украинцев. В марте 2014 года руководить компанией пришел экономист и инвестиционный аналитик Андрей Коболев, чтобы реформировать Нафтогаз. Но реформы начались с кошельков украинцев. Уже через месяц в стране прошло первое серьезное повышение цены газа для населения. До 1182 гривен за тысячу кубов. В тот год зарплата руководителя Нафтогаза составила 63 тысячи гривен в месяц. Реформы Коболева продолжились уже в следующем году. Сначала газ подорожал до 3600, а зимой цена и вовсе перевалила за 7 тысяч гривен. Затем немного снизилась до нынешних 6879 гривен. То есть после прихода нового руководителя стратегический для простых украинцев ресурс подорожал в 10 раз. И пока миллионы украинцев оформляли субсидии, руководители Нафтогаза, хвастаясь сверхприбылью компании, оформляли себе за это премии. За счет украинцев Андрей Коболев за 3 года увеличил себе зарплату в 25 раз. Если в 2014 он заработал скромные 760 тысяч гривен, то за прошлый год его зарплата и премия составили 19 миллионов гривен. Только в этом году в компании закупили также элитное авто на 40 миллионов. Не забыли начислить себе премии за судебную тяжбу с Газпромом в стокгольмском арбитраже. Хотя процесс еще далек от завершения, руководители Нафтогаза, по данным журналистов, уже выписали себе по одной годовой зарплате за участие. То есть еще 20 миллионов гривен для Коболева. Безбедную жизнь руководства газового монополиста оплачивают именно обычные украинцы. По данным экспертов, только за прошлый год люди переплатили за газ 2 миллиарда долларов. Ведь реальная цена голубого топлива 3,5 тысячи гривен. Никак не 7. Однако и нынешние цены руководству НАКО недостаточно. На следующий год Коболев уже заложил себе и топ-менеджменту компании очередные премии. Из расчета, что газ подорожает еще на 17%. То есть в 2018-м цена голубого топлива для украинцев может перевалить за 8 тысяч гривен за тысячу кубов. Чтобы снизить цены в правительстве, хотят вовсе ликвидировать Нафтогаз как монополиста. Это бы позволило украинцам самим решать, где и по какой цене покупать газ. А вот сверх премиями и затратами Коболева и его коллег уже вплотную занимается генпрокуратура. И не исключено, что вскоре мы узнаем много новых подробностей о том, куда же эти три года шли деньги украинцев. А пока увеличиваются тарифы и наполняются карманы менеджера Нафтогаза, задолженность населения за топливо растет. И если в 2015-м году украинцы недоплатили чуть больше 2 миллиардов гривен, то уже в прошлом сумма долга населения составила почти 16 миллиардов. А только за 4 месяца этого года свыше 11. Данных за целый год в открытом доступе пока нет. Продолжение следует...